Летний оздоровительный сезон для Половского района завершился. План по оздоровлению детей в летний период выполнен, рассказала главный специалист управления по образованию Половского райисполкома. Так, наряду с пришкольными лагерями с полной загрузкой работали «Лесная сказка», «Чайка», «Космос» и «Патриот». В этом году у нас работал также военно-патриотический лагерь «Патриот». Он был расположен на базе военной части 55-30. В него было зачислено 32 ребенка. И это впервые на базе данной части был именно круглосуточный лагерь. Для юных палачан каждая смена прошла ярко и насыщенно. Организаторы позаботились о том, чтобы отдых, спорт и оздоровление стали мощным зарядом энергии в новом учебном году. Помимо традиционной военно-патриотической игры «Зорница», в лагерях проходили развлекательные и тематические мероприятия. Вчера у нас был прощальный костер. Я надеюсь, что все суйское побережье слышало нашу песню о том, что наш лагерь – самый лучший лагерь на Земле. В этом году в «Лесной сказке» была заложена «Аллея славы», где свои отпечатки оставили отдыхающие спортсмены, добившиеся высоких результатов. Отпечатки всех призеров. Ямка у нас и заливается потом цементом. Это очень торжественно проходило. Начали мы с отделения кикбоксинга и тайландского бокса, и отделения дзюдо. Сама суть этой «Аллея славы» – поощрить и нашим будущим детям, поколениям, показать, что мы про них помним, что наши герои, наши ребята, которые достигли высоких результатов в спорте, стали чемпионами республики, призерами европейских каких-то соревнований. Очень приятно ребятам приехать, посмотреть, о, да, через 5 лет, через 7 лет, потому что многие воспитанники становятся тренерами. Я здесь был, здесь мои ручки. За красивой картинкой загородного лагеря всегда стоит труд людей, которые обеспечивают быт, хорошее питание и досуг. Всё лето здесь трудились специалисты разного уровня, труд которых порой незаметен, но очень важен для всего коллектива. А опытные повара в «Лесной сказке» обеспечивали ребятам качественное и разнообразное питание. «Поначалу как-то котлеты, котлетки вот эти вот любительские, котлеты вот говорят, что как дома. Ну, что мы ещё? Пюре, пюре картофель, они в основном едят. Что ещё? Макароны с сыром им часто даём, тоже очень любят». Всего этим летом в школьных лагерях оздоровилось порядка двух тысяч детей. В загородных лагерях, включая спортивные и оздоровительные, отдохнули три тысячи ребят. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ